Насчет домашних заготовок, мне почему-то кажется, что не будет их у Cloud9, особо ничего нет. Блин, я что-то так заметил, люблю так перебивать людей, но извини. Ничего, страшно. Такое ощущение, что у Cloud9 каждый пик это какая-то заготовка. Это маленький мир? Да, они вообще все что-то непонятное делают, и Даггер на Аксе был очень ранним. Может быть, Энви это режиссер? В некотором плане? В своей команде. Или продюсер. Или актер играющий две роли. Да, ребят, у нас тут фаворитов на интернешне. 18 миллионов долларов, а мы тут разговариваем. О чем? Студия аналитики Рафляночка поймала. Студия аналитики поплыла, но зато Cloud9 не поплыли, взяли нагую сирену и сразу же обозначили то, что ничего не обозначили. Кстати, они еще проигнорировали гирокоптера. Гирокоптера, который в данный момент самый главный. Вот этот гирокоптер? Вот этот, который, собственно, вместе уже с квопой, которого взяли только что Team Secret. Видно, во-первых, С4 хочет исправить вот этой барышне с рогами статистику. То есть он считает, что у нее достаточно низкий винрейт, его надо повышать. Ну а гирокоптер, это их как бы тоже уверенный пик. Ну, если Нага Саарен окажется в итоге на скэри, то по факту ей будет не очень здорово в этой игре. Ну, так что я думаю, это будет саппорт просто. Нага саппорт, вы думаете? Думаю, да. А мне почему-то кажется, что Cloud9 понимает, что единственное, как они могут победить эту команду, это сплитпушем с Нагой Сиреной, который зависит не от командной игры, не от тимфайтов, а просто от артефактов одного человека. Поэтому они попробуют сыграть в Нагу Сирягу, Серягу, Керри, Нагу Сирягу. Не, ну я тоже подумал бы сначала, что да, именно такая же логика у меня была в голове, что, мол, враг сильнее нас, нужно попробовать выиграть его как-то вот так вот, типа через Нагу. Это может получиться, тем более Eternal Landry умеет, конечно, играть на ней, но все-таки в таком случае они должны были забанить, ну хотя бы гирокоптеры. Да? Ну, я вот тоже на самом деле не понимаю, вместо пугны, например. Можно было позволить себе забанить гирокоптеры, потому что пугну, насколько я понял, пока что берут только они, еще одна команда какая-то. На всякий случай забанили, чтобы не взять. Чтобы не психануть, да, случайно там, мне это. Ну это как это бывает, играешь налички, вот это вот, на чё, тебе просят, возьми этого, пожалуйста, возьми мне этого героя, возьми этого героя, и банят его сразу. Все, завязывай. Все, не будет. Вот так же примерно сейчас. Кто-то не позволяет взять этого героя, может быть и так. Но я всегда думаю, что это Нага Сирена, которая саппорт. Но правда, зачем она так рано была взята? Не знаю, кто-нибудь пробовал Нага Сирену с аганимом? Я не думаю, что Нага Сирена, я не думаю, что кто-то пробовал. Я победил эту игру. Довольно сам, мне кажется. Ну смотри. Хочется сказать, что вот комбинация, которую мы видели сегодня в первых играх Complexity против Na'Vi, это конкретно Нага Сирена и Undying, она до сих пор открыта. Да. Потому что Undying вот уже в этой фазе не забанили, клауда могут к нему обратиться. Могут обратиться, действительно, но... Ну могут, да. Что-то мне против Пика Сикрет это все не нравится, все эти комбинации. Очень мобильный Квенов Пейн, Гирокоптер может себе позволить купить там Фейзы, всякий Саш Яш тоже станет очень мобильным героем. Мы забанили Дазла, кстати, СС-9, сейчас опять Сикреты возьмут себе Дазла. Ребят, я все-таки как-то не могу поверить в этот бан Пугны. На протяжении всего года Team Secret играли через Квапу. Гирокоптера тоже они начинали брать месяца два, вот три назад, когда он стал ферст-пиковым. И почему-то мы видим в бане Пугну. Ну, Артизи на своем стриме под рэпчик играл на Гирокоптере тысячу игр. А на Пугне он играл под... Под не рэпчик? Да, или под русский рэпчик. Под шансончик? Нет. Под шансончик, конечно, на Пугне не по понятиям играть, наверное. Ну, ладно. Таск добавляет себе Team Secret. Собственно, один из лучших тасков планеты Мистер Зай. И вообще у Team Secret пока все выглядит очень даже как бы здорово. Хотя, смотри, нахлопнули, не обламываются, смотри, как в ловушке уже они. В ловушке-то захлопнули, как говорил Саня. Как я их... Ну, Дузли забирает сами. Один только Фата сидит там и грустит. Он даже уже без формы, потому что... Кстати говоря, на Тейл тоже не радуется. Я смотрю, чем дальше туда, тем все более грустные взгляды. Там на никто-то рассказывает просто Мидрис. Смотри, на Льде Бонсе он и на Тейл, и на Тейл он такой... На Тейл все понимает, а Фата вообще уже, да? Да, Фата английский не учил в школе просто. Какой же радостный, да, там, смотри, на него. Да, ну, весело, ребята, в общем, там... Вот так как что-то подтягивает. Подтягивает, да. Ромчик, белый. Тот факт, что очень весело Этернал Энвит мог нас нас насторожить. Неужели у нас будет игра в его стиле? Да, Даззл не взяли. Ну-ка, давай сюда. Ну, Даззл Нага, кстати, известная сильная комбан на линии. Против гирокоптера Даззл, мне кажется, очень хорошо должен заходить. Против кого? Джайрокоптера. Ну, да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, действительно так. Нага расплаждаются. Что? Расплаждаются. Кадает седочку, подходит иллюзиями. Это мы тут к концу аналитического дня расплаждаемся? Какой концу? У нас еще даже половины аналитического дня не прошло. Вчерашний день, да, это был такой денек тяжелый. Сегодня будет проще мне, потому что я не работаю вторую половину дня. Течис. Хорошие новости. Течис от Team Secret. Ой, ой, ой. Второй текис на турнире, прям параллельно. Причем в одном раунде взяты практически одновременно, один за одним. Один за одним, да. И, ну, что тут, тут. Ну, в общем, все становится неожиданно понятно. Кстати, неожиданно непонятно, мне течис берется против ноги. Сирены. Так не, это нормально, потому что ты приходишь на линию к ней, она вначале-то что, она умеет? Смотри, я тебе скажу. Ты подпроешь, мин взрываешь ей. Я тебе скажу, как можно выиграть сейчас к Талдайдам, если они умные. Если они умные и смеются не просто так. Им нужно просто поставить такую сейчас линию на легкую, чтобы текис с туском ничего не сделали. Например, Templar Assassin поставить туда плюс один какой-нибудь герой. Любой. Или просто Templar Assassin. Здорово. Да. И? А то, что текис... Там квапа герокоптер. Будут пойти еще на две линии других, это... Кто может пойти? Да не, они не пойдут. Они пойдут в сложную. Все же понятно. То есть ты ставишь Даззл Нагу сам в сложную. Против герокоптера плюс какая-нибудь фигня. Ну ладно. И надо против текиса только поставить героя, который будет там не умирать. Ну еще кошечка. Кошка в сапожках. Они взяли... Они уже взяли Darkseer. О, Darkseer. Ну, кстати, Darkseer... Ну, не знаю, по-моему, довольно непонятно. Милишника брать против текиса. Непонятно. Ну, непонятно, куда он вообще намылился. Это все-таки похоже уже... Ну, это RON7. Это Midas. Yule. Слушай. Так это Нага Сирена Кэрри, возможно, действительно. Ну, я подозреваю, что это действительно Нага Сирена Кэрри. Если, кстати, вы не забывайте, что открыта еще пока что Виверна, стяжечка с Darkseer. Которую мы пару раз уже видели на турнире. И Виспа банят Team Sigrid. То есть они это даже не воспринимают как угроз. А Виспа тут вообще под колосом, собственно? Если Лина уйдет в мид... Санит ли, Камбинарс? Хотя нет, ну... Лина уйдет в мид? Виктор Виверна, конечно, неплоха против герокоптера. Но тут против других героев она как-то не смотрится совсем. Ну, ранджевичка бы я взял. А кто против течиса хорош? Ранджевичка все-таки. Раньше летающие герои не триггерили мины. Так Бэтрайдер до сих пор летает, не взрывает мины. Да ну. Да. Ну все, вот и решение. Проблемы. Ранджевичок не взрывает мины. Что еще нужно? Нужен Зевс, чтобы просто ходил и кидал грешки. Ну, кстати. Кстати. Это про Клаун Найн, они любители. Вот тут-то ты и молодец. И на саппорта пикали Зевса иногда им было такое. Спасибо, спасибо, ребят, спасибо. Не за что. Ну, на ксереной. Когда Тусик с Текисом будут в Зевса въезжать. Так на него Грейв? Он-то, конечно, посмотрит на минки рядом какие-нибудь, но... И там мины, пацаны. Че? Инчантрат забанили Клауда. Это вот последний их бан. Теперь у Тим Сигрет около 40 секунд, чтобы определиться с последним пиком. Интересный бан, прям скажем. Почему Инча? Все равно же Пупей, если хочет поиграть таким игровым, есть Чен. Инча такая более подвижная, мобильная, такая грациозная. Чен он такой более массивный. Теоретически, теоретически, если Нага Сирена будет рано качать иллюзии, в принципе, им можно не брать никакой детекшен против Текиса, потому что он может просто тратить какое-то время на то, чтобы разминировать мины в своем лесу. Потому что, я думаю, это самая большая будет угроза, когда Сигрет продавит и начнут обживаться в лесу Клауднянь. Нянь. Вообще, они что-то знали, очевидно, да? То есть, они не забонили одного из героев для Пупея? Наверное, Enchadress была лучшего в этой стратежке. Может быть, они реально видели уже это. Ну, там какая-то активность, видимо, была вот эта подвижность в Тусе. Вполне вероятно, что они играли клоун-воры друг с другом. Клоун-воры играли, наверное. Клоун-воры? Да. Хотя, ну ладно, я на самом деле не знаю, я не буду ничего говорить. Под рэпчик на Герокоптере, возможно, они по-другому готовились к этому турниру на 18 миллионов. Возможно. Возможно, да. Ну, и что же сами клоун-найта теперь придумают? Что-что-что я может помочь? Кристал Мейден? Ну, тут Зевс говорил. Ну, я не уверял. Мейденка может спасти немножко ситуацию против чьяна, чтобы отконтрить его в своем лесу. Под ногу, под длину. Ну да, и плюс она как бы и немары всем даст. И вообще неплохо смотрится. 40 секунд еще есть, чем меньше времени, тем хуже будет пикритор, что это показано. Вот это уважаем, вот это он молодец. На! Давай сюда, завози это мясо! Так это Кэрис Фэн, что ли? Что это делать? Это к надеюсь, что это не Саппорт Фэнт. Саппорт Фэнт. Эттор Налайн Вит сразу же взял у нас на гусирену, то есть я думаю, это Мизери будет на смене. Это Мизери, Саппорт Фэнт что-то вообще невнятное. Совсем неинтересно. Опять-таки могут, конечно же, свапнуться. А, ну я понимаю, это чтобы на линии тяжело было взорвать героя. Он дает Battle Cry. Он кричит на первом уровне. Да, да, да. War Cry дает и пишет на мины. Линиально! Они покупают все по кольцу, кричат и... И просто не взять. Всей толпой. В любом случае, мы с вами пронадоблюдали, проанализировали пики. Ну скорее, не на мины. Я уверен, что Каспер с Мобстером у нас уже готовы взять слово и комментировать для вас эту игру. Так что им слово. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами вновь Мобстер и Каспер. Мы продолжаем смотреть очередной день за Интернешнл. Боже мой. Вот все. Я наконец вернулся. Сикрет против Клоуд Найн. У меня просто курсор сошел с ума. Да, очередная карта. Вторая карта этого противостояния. И уже подряд C9 играют. И, в общем-то, все у них вроде бы неплохо, если бы Сикрет их на прошлой карте так и наказали. Да. Ну вот знаешь, я гляжу на эти пики. И мне кажется, что Сикрет решили не цацкаться с этими пацанами, с Энви и его компанией, а просто развалить. А почему? Давайте поглядим. Артизи будет вновь играть на гирокоптере. Зай, Туск, Куроке на Текисе. И С4 на Клопе. Ну и там вот еще Пупе у нас бегает. Ченом будет он играть. Ну и команда C9. Чем же им придется обороняться от всего этого? Энви играет на Наги, Фата играет на Линни, Биг Дэдди играет на Дазли, Мизери играет на Свенни и Бон Сева на Дарксире. Ну вот отбиваться это то самое подходящее слово, которое, наверное, можно здесь употребить. Почему? Потому что прессинг от Сикрет может быть просто невероятным. Гирокоптер это не только хороший лейт, но и еще кулдаун на 6-м левеле, который наносит огромную тучу дэмэджа. А это значит, что с ним можно драться очень рано. Намного раньше, чем с Керри Нагой, намного раньше, чем с Керри Свеном и даже чем с Суппорт Свеном. Тем более, чем с Суппорт Свеном. У нас тут начинается окружение. Мизери заходит в спину, сейчас будет кидать молоток. Молотком может даже хорошо проехаться. Тут Биг Дэди нападают, заманивают их на Рошана, но нет никакой атаки дальше. Текис делает фраг и Куро забирает Ферст Блад. Свен решил не ввязываться в это дело. Говорит, ребят, вы там сами разберетесь. Они уже сами разобрались. Да. Причем достаточно быстро. А Ферст Блад для Куро это очень многое значит, кстати. Это уже вскоре будет пополнение некоторыми айтемами, и он будет по карте бегать. Поглядим, кстати, за ним в этом матче. Поглядим, нечасто такое происходит. Очень интересно будет. Да, вот эти 35 атаки этого героя. Я постоянно улыбаюсь, глядя на такой дэмэдж. Понимаешь, зато 700 рэнджи. Да, 700 рэнджи, они, конечно, немножко балансируют подобные вещи. У нас нападение на Куро. Вот так как Куро прокачал минки, естественно, засуицидиться он не может. Он просто ставит мину и погибает. Погибает. Но что он мог тут еще поделать? Естественно, нищегошеньки. С4 пока стоит против Фаты. Причем у С4 есть еще бодигвард. Вот такой вот Хилбер-крушитель, который просто клэпает и разваливает лицо Фати. Фата под ядом ничего не может сделать. Хилбер отличный блинк от С4, уворачивается он, но вышка и крипы, и Биг Дэдди, и еще одна плюха. И он выживает каким-то непостижимым образом, но здесь Мизерит добивает его. Сколько шумихи, всю карту сплошил. И да, вообще-то ты Дазла заставил перетянуться, и Свена заставил перетянуться всех. Но фраг того стоил. Да, и Энви остается пока что один. Одинешенек, у него пока отжираться есть еще чем, есть тангусики. Но все равно неприятно. Артизи в это время стоит в соло против Дарксира. Вообще не самая плохая для Артизи линия. Благодаря своему Рокетберриджу он может убивать крипчиков достаточно легко, которые там заходят. Да, тут у нас Текис сделал суицид, Туск тоже погиб, а Нага не погибла. Есть одно неплохое мнение по поводу того, почему это произошло. Потому что читаем здесь дэмэдж тайп пхузикал, дэмэдж тайп пхузикал, а здесь смотрим на количество брони. 9 единиц брони на третьем уровне. Это чуть ли не самый бронированный герой в игре со старта, если читом. А это 37% сокращения урона физического. То есть физикал дэмэдж от Текиса, вот с этих мин, там 300, ну вот просто бери треть, списывай, даже больше. Не так-то просто взять эту Нагу. Брать нужно героев типа Лины, у которой 2 единицы Амора. Дарксир тоже бронирован, у него 7-ра. Свен 5 единиц, не самый вяленький, но и не, конечно, какой-то там мутант. Вот Даззл вот уже тоже бегает с двумя единичками, его тоже можно попытаться взять. Но эти герои обычно бегают где-то позади своих основных персонажей. Ну, пока поглядим. Противостание в Миде висеваемся спокойно. Здесь, в принципе, не... Ну, я думаю, 50 на 50 можно разделить, что СФО, что в данный момент ФАТО, а не отстает Мидл одинаково на таких героях. Вроде никто особо-то никого не овнет. Хотя, с другой стороны, если кто-то совершит какую-то фатальную ошибку, то что Лина может забирать оппонента, если на блинке поймает СФО, то и СФО может блинкаться и заскримливать ФАТО, если вдруг тот опустится ниже критического порога ПГП. Да, да, тут действительно такая двоякая ситуация. И Артизи ушел со своего оффлейна, несмотря на то, что стоялось ему там более или менее комфортно. Он понял, что сделать там СОЛО ничего не сможет. Лучше пойдет себе на изи-лейн спокойненько стоять дальше фармить. Так, тут С4, С4. Аккуратненько нужно ему здесь держаться, потому что заходит спину Даззл вместе с Мизери. Есть уже молоток, тут своя очередь, нападение. И кабум! Текис, еще один минус. И то же самое, кстати, и перетянулся Этерлэнгвим. Он на топе сейчас находится. Здесь у него линия гораздо спокойнее. Да, просто ребята решили избежать вот этого лишнего трения с командой противника. Мол, мы будем стоять фармить. Вы там взрывайтесь, мы пока так побудем в сторонке от всего этого. Ну и что тут у нас Пупей. Пупей пока просто третий левел. Просто фармит големчиков. Ну а что ему еще делать? Пока на карте нет применения, которое мы могли ему найти. Конечно, смоуганги. Он в них может отметиться, найдя там тролля или кого-то еще. Будет тоже интересно посмотреть. Но тут у нас ответочку готовится 9. Я смотрю, Биг Дэдди занял позицию стана. Вот правда сейчас Фата промахивается. Эспо хорошенечко стрейфанулся. А вот Зай и Куроки вновь готовятся нас порадовать. Они убьют сейчас Фату. Ничего не успеет сделать Свен, если Кура будет просто суицидиться. Это инстакилл. У него слишком мало здоровья. Даже вот эти 600 хп его, казалось бы. Но здесь... Все, они выходят. Ну и сноубол. Бам! Кабум! Давай, давай, пли! Хороший крест! Ну, что же это такое? Слишком долго думали здесь ребята. В итоге Биг Дэдди оказался на месте и не дал провернуть эту суперкомбинацию. Тысячу урона нанес только что Течис. Тысячу. Так, тут нас ломаются еще варды в центре. Ну, а так-то вроде бы все пока более-менее устаканилось. Здесь Тусик, он же Зай, стоит себе дальше на своей верхней линии, на привычной для него сложной. Мизери и Биг Дэдди очень хотят взять Клопу, но герой достаточно верткий. И даже молоток Свена может оказаться не столь эффективным, вот, например, как сейчас и получилось. Держался на расстоянии. К тому же еще и пока он долетит. Да, да, можно будет отбежать. Такое себе дело. Ну, что ж, Дарксир занял свою позицию Бон Севенс. Мариону Хартлини вообще чувствует себя превосходно. Неплохой крепстат и неплохо по деньгам. В общем, парень растет. А Артизи там особо-то им подставляется. Герой не милишный. Но все равно неприятно стоять. Линия пушится. Эти Айншеллы сжарят. Будь здоров. И сейчас, к тому же, сюда еще и перетягивается Свен. Тут Энви нашли. Энви пытается жить. Тут же Даззл. Сейчас пережидают Грейв. И, говорит, Даззл, стой, иди. Слышишь? Нет? Сеточка. Нет, пока еще Даззл сюда не иди. Потому что там Лина пришла. Лина щелкает. И Крок туда же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же близко Сикрет к тому, чтобы просто заруинить эту игру. Счет уже 3-7 становится потихоньку. Да, там вот эти суициды, конечно, постоянные. Но и вроде бы по деньгам пока это не особо сильно отображается. Но изначально вот этот стартовый импакт, он утерян. Так точно. Я думаю, что таким... Ну, иначе ты если таким не умнишь, как ты умнить будешь потом. Это же пик на то, чтобы сноуболить. Да, да. Тут как бы у Тускара, если посмотреть на второй спелл, называется он сноубол. Да. Неспроста. Совпадение? Не думаю. Изай перемещается на бот, где сейчас вместе с... Ну, могут придумать. И хорошо. Он шарнами попал по бонсевну. Кулдаун Артизи тоже не промахивается. И Мизери, вроде бы уходя уже во вражеский лес, тут ничего не сделает. Нету тут ни стана. Ни сноубола, ни ракетки у гирокоптера. Да и времени уже кастовать его не было. Где тут этот саботер? Саботер бегает левел 3. Вторые у него уже минки. Суисайд Склад Атак еще в кулдауне. Но осталось всего лишь 6 секунд. И Тусик уже рядом. Тусик уже на месте. Это значит, что можно врываться на ту же Лину. Лина. Две единицы брони. Это по факту просто скрим плюс суицид. И это будет фраг. Но надо же средство доставки. Сноубол. Да, вот он сноубол. Есть. Если Фата сделать лишний шаг, то это будет шаг чуть ли не в бездну. Видит, сейчас Варт стоит. Варт дает некоторый вижн команде Сикрет. Они знают, что Лина где-то там. Но решил прогуляться Фата до руны. Решил вернуться. Мол, возможно, сноубол там что угодно. И ЕСФО забирает эту руну. Внизу тем временем Мизери перетянулся к Бону. Пытаться будут цеплять того же, например, Артурка, который вот сейчас. Артурка здесь фармит. И никто ему здесь пока не мешал. И он этому рад. Артурка. Вот так вот Мизери сейчас увидел. Здесь рядом Пупеис находится. И Мизери обратно отправляет Артурку домой. И как бы тут Стан летел, не летел. Артур уже дома. Чай попивает. Психанул немного тоже Свен. Появляется Арканбуд с этим временем у Тусика. Тоже весьма неплохо. Ну, все-таки три асиста есть. Даже каких-то там Крипчиков подобивал. Ну, и все-таки у нас уже идет девятая минута игры, если что. И если посмотреть на графики, можно даже увидеть то, что Сикрет немного ведут. Ну, потому что у них Чен хорошо фармит. Несмотря на полное отсутствие фарма у какого-нибудь там Текиса, Чен себя чувствует замечательно. В это время на топе вылазка на Дазла. Дазл не успел себя спасти. Грейв, как мы видим, не в кулдауне. Соответственно, слишком быстро он погиб. Ну, и пуш вышки в миде также благодаря минкам. Очень быстро происходит. Ну, пока вторые мины и сам минер третий. Пока еще он растет. Мизери, интересно, зачем ли он так влез и так глубоко. Все-таки он ищет приключений. Мне кажется, зря. Хотя, с другой стороны, он сейчас может зайти в спину. Но в этот момент напали иного тиммейта. Забрали Лину, возможно, с которой он мог бы здесь как-то что-то вместе сделать. В итоге Стан летит уже в Кроки. Дазл рядом, но ничего Кроки они вообще не сделают. Вроде бы что-то и Ц9 планировали, но Сикреты их, по-моему, опередили. Да, немного раньше просто произошел выпад самих ребят Рейдентов. И по итогу Клауд Найн просто оказались немного не в то время в том месте. Да, не в то время. Да, ну и что же у нас тут? Зай пока бьет тоже Крипчиков. Пытается забирать эти Айншеллы максимально быстро. Но они очень сильно колятся. Очень тяжело стоять Тускаро в таких условиях. Ну вот Шардами пока что справляется. С фармом, наверное, включу сейчас пока я общие нетворсы. И мы видим то, что Гирокоптер пока на первом месте. Далее идет нас Квин оф Пейн. И как бы это ни было странно... Энвит занимает третью позицию. Это раз. А во-вторых, даже не Текис находится на последнем месте по фарму. То есть Кура является последним в своей только команде, опережая при этом на 500 золота Свена и на 800 золота, опережая того же Дазла. Вот как-то так. Но все-таки там есть у него определенные заслуги. Два фрага есть. Вот и переместился Пупей. Фактически он по таймеру вылез из леса вовремя. Фактически и Мека готова уже. И надо бы чуть подфармить здесь на линии еще по возможности и подпушить. Они этим и занимаются. Лина, конечно, может сейчас вспомнить, но вот грибчики Чена не слишком жирные. Причем тут уже Артурка пришел. Пивка пошла. Да, есть просто кому вытанковать. Также имеются АОЕ способности у Сикретов, которые позволяют достаточно легко отбиться от любой инициации противника. Тем более, что у Клоун Найн ее не так уж и много. Вот только сейчас Вен. Отличный выход со спины. Артизи съели. Но в него очень много влили. Очень много влили. Могли бы и без этого обойтись. Лагуна, мне кажется, была сверху лишней. Но это заставит Сикрет отойти. Так, он даже кулдаун не успел нажать. Все нормально там ребята делали. Лина продолжает спамить. Очень много здесь крипов неприятных. Хороший реген, хорошие ауры. Тусик со Сноуболом готов на самом деле вваливаться. Тут просто не хватает сейчас Тейкеса. Тейкес пока вообще на базе тусуется, если что. Но вышку спушили и этим будут довольны. Единственное, что, конечно, терять коргероя здесь не хотелось бы. Но тут уже это заслуга С9. Энви пока, кстати, вот в лесу во вражеском гуляет. Причем, смотри, Пупей, насобирав кучу денег, решил не покупать себе Мекку сразу. Он покупает себе Арканбутс. И Мекка пока что откладывается в долгий ящик. Не совсем долгий, но тем не менее. И Артурка продолжает подфармливать. Но вот то, что он очень быстро погиб в предыдущем эпизоде, это, наверное, в первую очередь его заслуга. Слишком далеко стоял. Но и Клаудайм все сделали очень классно. Они реально не простили. Классно вышел Мизери. Никто не ожидал увидеть Суэна с этого направления. Что он такой вот молоток отвесит. И Тарнанви был рядом, он девейт и паут. Был тоже на грани. Ну и теперь уже идет окружение МИДа. Есть Суник Вейв у Квапы. И есть Тусик со своим полным прокастом. Да, и мог бы сейчас даже со спины пытаться зайти, но решил, мол, давайте пока, наверное, не будем торопить события. Нападать тоже особо как-то пока не выгодно будет. Но вот если Фатус умеет сбрить очень быстро и без лагуны, дело обойдется. А это можно решить при помощи Минера и... Кентавр вышел на разведку. Смотри, как классно сейчас Кентавр просто собирает информацию для того, чтобы Квапа прыгнула более качественно. Вот, 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 помигали. Помигали, что где-то там есть враг. Скорее всего, там есть враг. И ребята правы. В итоге Сикрет отступают. Ну, они не смогли получить более выгодную позицию для того, чтобы напасть. Зачем нападать просто лоб в лоб, непонятно. Так что они решили отступить. Что, по сути, грамотное себе решение. А Нага в это время фармит. Энвит, а на Наге играть умеет? Вообще. Он играть в принципе умеет. Но это один из его таких героев, которые могут победить даже самую сильную команду, независимо от того, как они играют хорошо. Просто потому, что это Нага и потому, что это Энви. И у него очень много денег. У него 2600 голды. То есть, если его не остановить в ближайшие три минуты, у него появится уже Сакрет, а дальше Родианс, а дальше все. Знаешь, я-то уж точно знаю много про Нагу. Я смотрел очень много игр Сиадото. Сиадото? Да, там Миракл был. О, я знаю такого товарища. Очень-очень много Наги было в миде. И он-то как раз показывал, как ей надо разруливать. Но у Энви получится еще лучше. Но Миракл, он просто несколько другого склада ума игрок. Он такой, он больше джукер, больше пофинтовать. Энви играет так стабильно, хорошо. И у нас сейчас, смотри, интересное тоже решение от Сикретов. Они просто в наглую вваливаются на Рошана. Куру там... Есть медалька, есть возможность забрать. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Куру, я смотрю, попутно оставляет тут бочек целый вагон. Пупей типа палится. Зайти нет никакой возможности. Вакуум пока только левел 2 есть. Слип. Вот она и возможность Наги заходить в Рошпит при помощи Слипа вместе со своей командой. В итоге кулдаун пошел. Хорошенечко шардами накрыли. Шарды были просто невероятные. Ай да зай. Ай да молодец. Как он только что выиграл этот замес. Даже не начав его толком. Да, это... Сами не поняли, наверное, С9, надо ли входить им глубже. Или они, знаешь, они передумали в последний момент, но было слишком поздно. Да, тут пытаются убрать сейчас Артура. Артур пока еще жив. В очередной сноубол. Подвезли маленько Артизи поближе. Еще один минус. Еще плюс 300 голды ему в копилочку идет. Мизери тоже много урона от Рокетбарриджа шарды. И добивает Гирокоптер с автоатаки. 230 голды еще и за это получает. Он даблкил делает. А у него еще Эггис, между прочим, не сбили. Так что у Артурки все просто супер шикарно. В итоге мы видим, как Сикрет после небольшого застоя нереально быстро вырываются вперед. И по деньгам, и по XPA. Я думаю, через пару минут мы сможем посмотреть графики и убедиться в этом воочию. НС, я смотрю, сидит, пишет в Твиттере, что Текис против Наги, Клауд Найн и Каспер. Эта игра может не закончиться никогда. Я боюсь, что Ярик может оказаться прав на самом-то деле. И рано радоваться вот этому счету 10-8, этому экшену. Да, каким-то тут выигранным дракам и заработанным преимуществом от команды Сикрет пока что еще рано. Рано. Хотя могут сноуболить дальше. Это вообще хороший пинок сейчас получили Сикреты. Очень много денег. И это опять же отражается на Артизе, который получит свои атомы сейчас. Сфо тоже. Вон, видим, уже Обливион Став и Оркет. Будет скоро. Нонзе вон тут выбегает. Там, кстати, был Смоук, и в окружении, возможно, окажется Куроки. Ну, Куроки... Юл, Лайстрайк и Рей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Убитая часа. Ну, похейтили чуть-чуть, похейтили. Хотя Куроки сам, честно говоря, он вот это вот нахождение и то, чем он занимался, да, в лесу во вражеском, ну, по идее... Пакостничал. Пакостничал, да, да. Посмотри, как он тут... Это, кстати, если бы у него получилось более... Чуть-чуть еще дали бы ему времени попакостничать, это бы дало свои дивиденды. Вот сейчас, смотри, отжимают вышку внизу. Клауднайн, естественно, не хотят идти дефить. Лина без ульта, Нага без ульта, Дазл без ульта. То есть абсолютно беспреспективная ситуация. А с другой стороны, у Наги уже практически готов Радианс. И это нельзя ни в коем случае игнорировать. Потому что ей не хватает всего шесть соточек до Радика. И все, как бы. Знаешь, сразу появляется такой здоровенный таймер на экране. И отсчет в минут 30, наверное. Если вы за эти 30 минут не заканчиваете игру... Причем таймер, он, знаешь, в несколько ступеней. Если вы за следующие 15 минут не ломаете пол базы, и еще через 15 минут не заканчиваете игру в принципе, то вы уже проиграли. И таймер краснеет с каждым разом. И видим, что здесь пату накрыли. Хороший крест от Биг Дэди. И почти накрывает его кулдауну, но крест все еще на нем висел. Но Артизи там неплохо ворвался. При этом, что спушили. И сейчас будут допушивать Т2 дальше. Так что возможности свои Сикрет не упускают. А Сикрет в курсе этого таймера. Они прекрасно знают, что это возможно. И ребята ведь вроде бы не глупые там собрались. Одна из лучших команд мира. И теперь им главное не ошибиться. Потому что когда ты должен быстро кого-то запушить, ты рискуешь поспешить. И зайти раньше, чем у тебя появится какая-нибудь, ну какой-нибудь условный там Меканзм, или Пайп, или там Гвардиан Грифс. Ну вот что-то такое. Не обязательно конкретно из этих артефактов. Ну образно. И в итоге ты сбавляешь темп, и все. Нага вас уже отбивает. То есть главное понять, как скоро твой лимит прочности превышает способности врага тебя развалить при заходе на ХГ. Тут пока есть чем заходить. Может Тейкес просто забегать, там ставит минку, ломать вышку периодически. Он может это делать. Но надо ему позволить вытворять подобные вещи. Надо заходить как-то толпой через гирокоптер. Возможно, просто кидая колдаун на голову, наперед. Просто сносить там 500, 600, 700 хп вышки и отходить. И так делать... Постоянно. Да, постоянно, постоянно. Иначе времени просто может не хватить. Именно. Пупей здесь собирает свой запарк. Чекает тут леса. Пушат пока все, кто могут. Да, я только что тоже читал Твиттер и Комплексити. Вообще сыграть 1-1 с Айджи. Боже мой, эти товарищи. То есть 2-0 против нами тебя не смутило. Ну, как сказать? Нет, скажу я. То есть ты залил рарочки на кол в том матче? Не, я вообще не заливал. Нам же нельзя. Так что... Не, я просто смотрел. Ну, там было видно. Залили даже больше Нави, чем... Ну, ладно. Не будем об этом. Давай-ка, ладно. Вернемся к этому матчу. Там просто столько всего происходит. И столько всего, скажем так, шокирующего. Вообще на этом турнире достаточно много шокирующих игр. Достаточно много неожиданных результатов. И не будем забывать то, что за ничью дается 1 очко, а за победу целых 3. То есть команда, сыгравшая 1 матч со счетом 2-0, тупо лучше, чем команда с 3-мя ничьями. Причем с 2-мя играми в запасе. То есть вы можете вообще там уже на пофиг отыграть какой-то из матчей. Просто затащить одну карту и все, вы будете лучшей из остальных команд. Вот в этом как бы основная логика. И это достаточно неприятно. Да, тут Энви пытались забрать. Но пришлось Слип, чтобы себя больше спасти, скажем так, из-за наглости СФО. Но при этом сейчас пока нет уже Слипа у С9. Это может тоже оказаться весьма интересным моментом. Все же Нага пока со Слипом первого левела, который имеет кулдаун 180 секунд. Да, кулдаун очень большой на данном этапе. Это дает некоторую свободу действий. То есть если бы у Наги еще и КД Слипа был совсем маленький. Они постоянно под него встревали бы, и это неудобно. Нападать толком нормально не можешь. А сейчас с открытым он вон, они ввесили чужой лес за Ниле. Да, и вот смотри. Гвардиан Грифс. Появились Гвардиан Грифс. Вообще, если что, на команду Сикрет. У них сейчас имеется трое Аркан Бутсов. Ну, уже двое Аркан Бутсов и Грифс. То есть они могут практически, не отходя от кассы, постоянно пушить. У них постоянно есть ХП, у них постоянно есть мана. У них есть очень жесткий Текис, которому если дать вот это территориальное преимущество и свободу действия хотя бы на пару минут, он загадит вообще всю карту. И перемещаться будет практически невозможно без дополнительного вижена. Вот сейчас у нас тут Энви нашли. Энви нашли. Его просто нашли. Получится ли его развалить и избивают ему телепорт. Минус Этернал Энви. Что он там делал? Не, я знаю, что он там делал. Он посчитал, он сделал все правильно с точки зрения логики. Но Сикрет, они тоже знают, как работает логика. Они тоже не глупые ребята. И они понимают, что если они заняли весь чужой лес, все линии отпушены. Где будет фармить Энви? Где он еще может быть? Конечно же, в их лесу. Они просто вернулись неожиданно и застукали нагу скрипчиками в самый неподходящий для нее момент. И да, так бывает. Классно, классно играют Сикрет. Ну, это все специально было продумано. Все сделано специально. Ну, это неспроста, определенно. Конечно, конечно. И вновь занимает вражеский лес. Тут уже не то, чтобы нагу вытеснить во вражеский. Просто потому, что здесь удобно фармить и дофармливать айтемы. И вот, например, Артизи уже нашелся тоже далековато от своих берегов. Здесь Биг Дэйди, конечно, мало чем может помочь Бонсевену. Тот уходит с ТПшки. А вот пришел уже СФО тут. И, ну... Вот Артурка, видишь, ракету не качает даже единичку. Даже на единичку. Хотя это бывает... Ну, слушай, можно найти миллион моментов, где это помогает. Жадный Артурка просто... Не знаю, с чем это может быть связано. Но ракета в единицу это намного круче, чем лишних 38 единиц здоровья. Ладно. Не будем о наболевшем, опять же. Да, 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 да. Ну, это как Шейкер без Тотема, вот понимаешь. То есть это совсем другой герой. Он ничего не может без Тотема, без своего. Бесполезный вообще персонаж становится Шейкер. Так, ладно. У нас тут Нага Сирена. Опять же фармит Чужие Леса. И вот ее обводит Куру. Говорит, ребят, у нас там Нага в нашем лесу засела. Давайте либо мы будем по фастику двигаться дальше, сносить Т2 и заходить на ХГ. Да, и разводить их на ТПшки, соответственно. Да, то есть либо вообще нафига мы в эту игру зашли. А вспоминают про таймер, опять же. Да, таймер он потихонечку тикает. Энви потихонечку фармит. Правда, у него пока денег не слишком много. Но это не показатель того, что можно расслабить булки. Потому что между этих прослабленных булок зачастую такое входит. И мы были свидетелями очень многих игр, когда Наги из практически без аутовых игр все равно выходили победителями. Так, тут у нас вот Фата спамит. Поднял. Должен быть сейчас все там по таймингу. Но тут Квапа отлично прыгает с Орхидом. Это минус Фата. Фата пока что живет под грейбом. Возможно, просто пытается дать прокаст. Так вот, чтобы отбиться хоть как-то. Да, есть он шваркает в Артизе. Артизе по-прежнему жив. У Артизи отжираться пока практически нечем. Бать, ну вот это 10 секунд ДБКБшка его выручило, считай. Он просто вышел пешком оттуда. Врывается Бон Сэмон. Туда же Стан еще хотел запулить Мизери. Но вышло все не так удачно, как они хотели. И как хорошо закрывает в очередной раз. Зай. Но и тут Энви был вынужден нажать слип. Да, и пуш продолжится, скорее всего. А там Чен с Гвардиан Грифс. У него 20 секунд кулдаун всего лишь. Еще 10 зарядов стиков у Тусика. Еще Квапа, заряженная стиками. Артизи просто отъедается его, залечивает урной. То есть все пока складывается просто супер хорошо. Тут бон очередная стяжка. Вакум, пошел кулдаун Артизи. Накатывается Зай. Очень быстренько убивает Дазла. Значит, не будет Креста. И Энви умирает сразу же. Байбекается. Идет в драку, где будут в меньшинстве С9. Они вообще никак не могут дать сдачи пока что Сикретом. Они допушат эту линию. Вообще немного непонятно, зачем Энви делал байбек в принципе. Потому что он бы уже все равно ничего тут не сделал. Они бы все равно потеряли эту сторону. Если только он не собирается слить эту катку целиком и полностью. Потому что Мизери погибает. И переключились на Фату, но он ушел. Ну, просто вот это посыпались. Вот это посыпались на хайграунде. Очень неудобно. Сейчас С9 и вновь вакуум сверху. Лайстрайк и Рэй. Энви. В драку-то током вступить не может. Не знает, что делать. Ну, как бить? Кого бить? Они уходят и все. Да, да. Просто все разбегаются. Просто все очень шустры. Это в это время Куру такой вообще план отхода устроил. Если ребята сейчас погонятся, они пытаются забайтить. Надо стать очень слабыми сейчас. Нужно стать просто нереально слабыми. Чтобы забайтить на лоу-пп или что-то типа того. Да можно даже почти фуловых их сюда звать. Говорит, ребята, ребятушки. Ну, вот же мы. Вот же мы. Пытался подтолкнуть как-то Куру Форстафом на себя Энви. Но не получилось. Но он продолжает минировать. Он просто продолжает минировать. А, тут ничего не сделает. Там вот стоит один бедненький рунжевой барак, у которого 300 здоровья осталось. То есть это уже не жилец. Я думаю, что стоит сейчас Секретом... Уже группироваться и идти на другую линию. Именно. Именно так. Время терять, опять же, вспоминая про таймер. Ну, таймер такой. Они немного замедлили его ход. Потому что денег у Энви пока особо не прибавилось за последние пару минут. Учитывая то, что он постоянно принимал участие в замесах. И то, что он постоянно... Не фармит. Плюс делал байбэк. Вот, вот, вот. Я что-то подзавис вновь. Не обращайте внимания. Это нормальное для меня состояние. Я не е... Так, пупеха. Ну, пупей-то в лес. А Артизи тут за него реально вступился. Мизери прогнали. Мизери тп out. Ракетки, как обычно, нету Артурки. Энви пишет G, G. Да, G, G. Просто, напросто, G, G. Вот так вот, друзья, быстро заканчивается этот матч. За 28 минут. Ты прогнозировал 20. Я говорил 20, но это значит, вот это классическое, типа, 2 по 20. Но, да, было понятно, что игра, скорее всего, либо продлится совсем мало, либо бесконечно долго. Очень долго, да. И вначале было ощущение, что долго, потому что Энви изначально сидел правильно, и не было проблем заделить. У него было очень много денег. У Нага шла очень хорошо. Вот темп игры был очень четко выдержан. Но в один прекрасный момент, когда Сикреты собрали, у них трое Аркан Бутсов, вот эти Гвардиан Грифс, Чен, куча крипов, там, Сатиры. Это Текис, который постоянно тебя прессует, не дает тебе выйти со своих линий, со своей базы. Все, вся игра останавливается. И вот эти Ганги, Наги в своем собственном лесу, они тоже были очень крутые. Ну, ладно. Я думаю, про это могут рассказать больше наши замечательные аналитики, а мы будем ходить на небольшую рекламно-музыкальную паузу, после которой у нас будет Супер Масилова. Да, у нас будет Сикрет против Нави. Следующая игра. Давайте, далеко не разбегайтесь. Слово нашим парням. Спасибо большое комментаторам. Закончилось это противостояние, закончилось, собственно, с счетом 2-0 в пользу Сикретов. Для очень многих это, конечно же, не стало сюрпризом. Мы тоже об этом говорили. Давайте обсудим результаты. Единственное, что действительно нас порадовало и что было неожиданно, причем не только в этой игре, а еще и в одной параллельно с этим. Комплексити против IG тоже сделали такой вот пик. Первый раз на турнире появляется Течис и сразу же залетает с винрейтом в 100%. 2 Течиса, 2 победы. Давайте, собственно, обсудим эту игру. Ну, конкретно эту игру я не знаю, что тут можно обсуждать. Мы уже на пике многое обсудили. Нага Сирена Кэрри против Кин оф Пэйн Герокоптер. Это уже не очень здорово, потому что ей нужно какие-то, ну, просто какой-то гипернабор артефактов, чтобы эти иллюзии не рассыпались от этого всего АОЕ. Плюс Бласт Пикс ВНА, который теоретически, я не знаю, в чем больном разуме это родилось, должен контрить Текиса. Это не работает. Хотя, действительно, Сирена немножко сработала в начале. Пару раз он дал свой армор в Варкрай и, действительно, Текис не взорвал героя. Ну, это все, что сделал сразу за игру. Просто там один-два раза спас своего союзника от суицида тем, что повысил армор. На этом, как бы, его присутствие закончилось. А Текис потом еще своих дел наделал. Ну, я бы еще вспомнил стадию драфта, когда С9 в первой стадии банят Пугну, и вторую игру их убивает Герокоптер просто в салат. Ну, Герокоптер на этом турнире чаще всех берется, имеет огромный винрейт, и вас две игры подряд Герокоптером выносят, а вы баните в первой стадии Пугну. То есть, я вижу пик С9, не понимаю, а, собственно, чем бы Пугна им мешал? Да ничем. Мешала. Мешал. О, Пугна мужчина. Пугна мужчина. Или давайте это обсудим. Мне кажется, Пугна мужчина. Я тоже думаю. А ты думаешь, Андрей? Ну, я не уверен. Ну, Пугна, конечно, да, окончание. Я думаю, голосовалку потом сделал просто какую-то. Запилим, да, голосовал. Запилим, конечно же, голосовалку. Решим опытным путем. Масса решат. Кто-то два руха без сделала голосовалка. Мужчина или женщина Пугна. Сейчас крикнем там. Между играми мы сделаем. И действительно, комьюнити решит. Разберется. Если решит, решит и сделает. Под микроскопом рассмотрит все скриншоты Пугны. Все артворки. Биографию читать запрещается. Нужно только по собственным догадкам. Ну, нет, ну, конечно. Читать нельзя. Ну, читать любой может. Халява. Читать. Хотя не все умеют читать. В любом случае, 2-0. У нас Secret выигрывает Клаудов. Параллельно с этим, как закончились матчи, вы видите у себя тоже на экране. LGD MVP Phoenix.